Всем привет! Сегодня приготовим два вида бетонного ганаша, сравнимых и я расскажу о плюсах и минусах. Итак, рецепт номер один, который готовится из шоколадной глазури, шоколада и сливочного масла. Для начала смешиваем шоколадную глазурь и белый шоколад. Топим в микроволновке короткими импульсами по 20-30 секунд и каждый раз хорошо перемешиваем. Также можно использовать и водяную баню. Список всех ингредиентов и их количество, как обычно, будет в описании под видео. Когда шоколад полностью растопился, остужаем его примерно до 30 градусов. Массу периодически помешиваем и проверяем температуру. Теперь добавляем сливочное масло комнатной температуры и смешиваем на низкой скорости. Сливочное масло берем хорошего качества и жирностью не менее 82,5%. Теперь ставим крем на стабилизацию в холодильник на 15 минут. Далее взбиваем на средней скорости до посветления и пышности. Примерно через 1 минуту крем станет заметно гуще и будет готов к работе. Теперь приготовим крем номер 2. Состоит он из белого шоколада, жирных сливок 33% и творожного сыра. Смешиваем шоколад со сливками и топим короткими импульсами в микроволновке. Либо можно довести сливки до кипения и залить ими шоколад. Если остались маленькие нерастворенные кусочки шоколада, можно пробить блендером, либо слегка подогреть в микроволновке. Накрываем ганаш пищевой пленкой в контакт и оставляем в холодильнике охлаждаться около 8 часов. Далее берем творожный сыр и взбиваем его до гладкости. Достаем ганаш из холодильника и добавляем к творожному сыру. Взбиваем все ингредиенты на средней скорости до плотности. И в первом и во втором случае ганаш нужно взбивать аккуратно, так как его можно перевзбить. Вот такой плотности должен получиться готовый крем. Не буду долго останавливаться на выравнивании, сразу перейдем к разбору плюсов и минусов. Итак, что касается удобства в работе, то мне понравился больше первый вариант, так как он гладкий и не тянется за шпателем, и процесс выравнивания проходит быстрее. Второй же вариант ведет себя как обычный крем-чиз. Теперь сравним по скорости приготовления. Первый крем готовится не более 5 минут, с учетом того, что за 2 часа до приготовления вы достали сливочное масло из холодильника. Активное время приготовления второго крема на сыре также около 5 минут, но здесь необходимо примерно 8 часов для того, чтобы стабилизировался ганаш. Что касается стоимости, то оба крема у меня вышли примерно по 550 рублей. Все ингредиенты я брала качественные. Эта порция крема рассчитана на торт диаметром 18 сантиметров и высотой около 10 сантиметров. По вкусу второй вариант мне нравится гораздо больше, так как он получается такой творожный и неприторный. Первый же вариант будет очень сладким. Цвет первого крема будет с легкой желтизной и его необходимо будет выбеливать диоксидом титана. Если же задача приготовить крем полностью без красителей, то лучше использовать второй вариант, он будет белоснежным. Оба варианта достаточно стабильные, но рецепт номер один простоит дольше. У каждого крема есть свои плюсы и минусы и в зависимости от задач можете использовать тот или иной вариант. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь видео было вам полезным.